Попытались разобраться в эти выходные с грязью в городе. Общественное движение, представители политических структур и просто неравнодушные кировчане, кто как мог прибрали город. Традиции почти сто лет. Несмотря на смену политических режимов, ленинское начинание популярно и сейчас. О том, как прошла генеральная уборка 2013, следующий сюжет. Самое красивое место в городе будет. Задачу себе предприниматель Кирилл Пасечник обозначил сам. Вместе с двумя сыновьями в сквере у памятника Кирова он решил отреставрировать скамейку. Свой законный выходной на общественные работы применял целенаправленно. Во-первых, всех неравнодушных к облику города решил поддержать. Во-вторых, труд на свежем воздухе, особенно подрастающему поколению, только на пользу пойдет, убежден кировчанин. Проснулись и испекли целую корзину печенья. Я им сказал, выпечете печенье для губернатора. Они очень старались из-за этого. А так мы вообще очень любим труд на природе и на даче работаем вместе. Пока одни декором скамеек занимались, другие брались за лопаты и грабли и расчищали местные газоны. Профессию дворника на время освоили представители общественности и блогеры. К делу многие подходили творчески, особенно женская половина. Результатом совместной работы стали вот такие плащи из мусорных пакетов. Я думаю, так себя защищаем. Надо пояснить. Кстати, многие общественники на уборку скверов приехали целыми семьями. При этом облагораживать места общего пользования начали после того, как накануне прибрались в собственных дворах. Хочется, чтобы все было красиво вокруг, потому что весной обычно удручающее состояние, когда видишь всю эту грязь. В общей сложности на уборку двух скверов у памятника Кирову у общественников ушло около двух часов. Кстати, в рамках субботника здесь прошел конкурс на лучшую скамейку. Победитель определился с помощью интернет-голосования. Организаторы выбрали итог творчества сразу трех дам. Дмитрий Ждарчук, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.